Приветствую вас и отвечаю последовательно на ваш вопрос, как относиться к фотографиям в своей второй половинке из бывшего дня. Можно сказать, что относиться нужно спокойно, в любом случае, потому что это прошлое человека, и свое прошлое человек при всем желании никак изменить уже не может. Поэтому то, что было до вас, это есть, и это составляет уникальный прозитый опыт жизненного пути человека. Относиться к этому нужно спокойно. При условии, что партнер не дает поводов для арендности. Например, не переписывается активно с этими бывшими, не изъявляет желание встречаться с ними, с этими бывшими. И, в общем-то, ведет себя по отношению к вам достаточно искренне, открыто, прозрачно. Не скрывает того, что у него, например, есть фотография. Далее. Значит, так. Нужно ли начинать отношения с чистого листа, или человек имеет право оставлять на память какое-то воспоминание? Ну, здесь, опять же, тонкость вся в следующем. Насчет. Кому нужно? Кому нужно? То есть, вам нужно или кому? Вы, как бы, определяете то, на что человек имеет право, а на что нет. Вы говорите, нужно ли начинать с чистого листа. А это все очень индивидуально. Кто-то начинает свою жизнь с чистого листа, кто-то считает, что воспоминания, какими бы они ни были, имеют право на существование. Здесь зависит все от того, как человек сам к этому относится. И если вы человека любите, если вы его принимаете, то какой бы выбор он не совершил, вы этот выбор примете. Но говорить о том, что человек имеет право, означает, что вы, как бы, сомневаетесь в том, что он имеет право. То есть, вы считаете, что он может не иметь право оставлять на память какие-то воспоминания. Ну, знаете, если человеку нужно, если для человека воспоминания это имеет смысл, то и выбора, по большому счету, нет. Вы просто принимаете это как данность и все. А если хранить, всегда ли это отношает незавершенность чувств к бывшим или действительно фрагментам из жизни, которые не хочется стирать? Да нет, не всегда это означает незавершенность чувств. Незавершенность чувств проявляется в отношении самого человека. Ни фотографии, ни даже встречи какие-то с этими людьми не означает незавершенность. Незавершенность проявляется в дискомфорте, в каких-то нежелательных чувствах, в мыслях, понимаете, в поведении, может быть. А тот факт, что хранятся фотографии, нет, это незавершенность не означает. Опять же, если человек ведет себя по отношению к вам адекватно, это очень важный момент. Очень важный момент. Вопрос у меня, Марина, к вам. Почему вы интересуетесь этим? У вас проблемы какие-то? Вы не доверяете своему партнеру? Что стоит за этим вопросом? Что стоит за этой идеей внести ясность в данные моменты, которые, да, не лишены двусмысленности, но которые являются хорошим испытанием для взаимного доверия между людьми? Подумайте, пожалуйста, об этом. Вот. И подумайте, кому нужно начинать отношения с чистого листа? Вам или партнеру? И насколько свои желания вы проецируете на другого человека? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.